ВЫСТРЕЛ 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 Слепили киллера. Этому приговору предшествовали три года следствия и два года судебных заседаний. Преступная группировка, в разные годы называвшаяся Архиповской, Головановской и Осокинской успела натворить много дел в Рязани. Но чистосердечное признание киллера Чака, а именно так в бригаде называли Родионова, следователям было и не нужно. То есть это подделка документов по обвинению в особо тяжком преступлении. РОДИОНОВ 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 Входе ДЛА В ХОДЕОНСКИ РОДИОНСКИ 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 НЕКТО КАКО СВИЛИ ОЛЕК ОТО КАКОШВИЛИ ТОМИ РОСУ Волков его опознавал как киллера, который расстрелял Александра Ацокина. Спустя какое-то время Какашвили исчез из дела. У нас есть его фотографии. И киллером был назначен Виталий Родионов. Родионов был уже все понятно, что приговор будет однозначно обвинительным. И фильм снимался еще, пока шло судебное разбирательство. То есть после провозглашения приговора, сразу же еще и на экраны вышел фильм «Криминальная Россия. Последняя бригада 90-х». И там Родионов фигурировал уже как преступник. Да. Изначально он был задержан за незаконную предпринимательскую деятельность. Спустя некоторое время ему предъявили обвинение в совершении вымогательства ряда. Дали шесть лет общего режима и продолжали подбежать в СИЗО. И вот продолжали так вот юридически дальше мучить меня. И просто взяли, напасили в это СИЗО. И ввели вторую полону. Я уже сидел, как говорится, не болтыхал. Вот потихоньку накидывали. У них было время. Мы молимся, миру всей жизни, мире, здравия, и спасения, посещения, и прощения, и оставления грехов врагу Божией, братья наши. Скажите, там вы имеете хоть какие-то права, как человек, как заключенный? Ну, все, какие имеются права у меня, как у осужденных, они все нарушены. Самое первое право нарушено было то, что заставляли работать без социального страхования. То есть, статья 98 и УИК была полностью нарушена. Что там неоднократно происходит ЧП, то есть танки старые. Люди трубают пальцы, выбивают глаз. В Белом Лебеде бывают какие-то правозащитники? Туда кого-то пускают? Да нет, вообще никого нет. Сколько вам осталось? Осталось до конца на 7 лет. Есть ли шанс, что он доживет и выйдет живым, здоровым? Ну, здоровым он уже однозначно не выйдет, пока он сидел, у него куча хронических заболеваний, бронхиальная астма, которую, кстати, в медкарте так и не отмечают. Вот еще один рычаг на него давить, так сказать. Астма есть. Ну, в карточке у тебя ничего не записано, мы тебе ничего не дадим. Сдыхайся. Мы прошли все судебные инстанции, в том числе и полномышленные по праву человека. Непосредственно. И сколько он нам написал, что если бы вы сразу к нам обратились, мы, может, что-то и предприняли бы. А сейчас, в связи с тем, что уже время прошло, почти 9 лет с вынесения приговора, то пусть уж сидит. Примерно так. Честно говоря, хотелось бы сказать, что произошло чудо. Что произошло чудо. Конечно, хотелось бы, чтобы как-то это дело люди увидели, люди услышали. Единственная моя надежда, если мы придадим огласки данное дело, общественный резонанс, это единственное, на что наша власть еще реагирует. Мы не планируем. Продолжение следует... Продолжение следует.